Представители Союза украинцев Приднестровья за два с половиной месяца провели три встречи с высокопоставленными чиновниками Украины. Председателем правительства, главой Верховной Рады и даже президентом Виктором Януковичем. Руководство соседней республики еще раз получило документы, где сообщается о том, что украинцы, проживающие в нашей стране, лишены возможности свободного перемещения и говорится о многих других проблемах диаспоры. Мы ощутили, что есть реакция на эти документы. МИД стал более активным, это очевидно. Второе, это то, что касается непосредственной помощи нашим учебным заведениям. Здесь Министерство образования уже запросило наше предложение с тем, чтобы эта помощь стала более существенной. Ну и, наконец, та программа оказания помощи соотечественникам, она сейчас наполняется конкретным содержанием. В программе самые разные направления. Речь идет о помощи нашим школам и лицеям с украинским языком обучения, повышении квалификаций преподавателей при украинских вузах, оздоровлении детей, например, в Карпатах или знаменитом лагере Артек, предоставлении литературы, музыкальных инструментов и костюмов для национальных ансамблей и так далее. В обществе украинцев считают не случайным и заявление посла Украины, что Киев должен добиваться открытия консульства в Приднестровье. Доводы молдавской стороны, в счастье того, что это невозможно, поскольку не обеспечивается безопасность, на мой взгляд, не выдержит никакой критики. Я полагаю, что все же в ближайшее время этот вопрос будет решен с учетом того, насколько сегодня активно включились официальные структуры Украины в решении данной проблемы. В Кишиневе работает посольство Украины, в Бельцах – консульство. А в нашей республике ведется только выездной консульский прием, где оказываются лишь некоторые услуги и всего один раз в неделю. И при этом, говорит Леонид Ткачук, граждан Украины, в Молдове чуть больше одной тысячи человек, а в Приднестровье, по разным данным, от 90 до 100 тысяч. Приднестровский телеканал.